Слава Украине! Приветствую от Полонского! Знаете, иногда американским газетам, вообще американской прессе, ну просто невозможно верить, ввиду того, что они не понимают ситуации, которая происходит здесь в Украине и на России, пишут явные глупости, что называется, не отдупляя происходящего. Итак, вот казалось бы, такая информация нейтральная, что Россия продаст или передаст Ирану в замене на ту военную помощь, которую Иран оказывает России. Понятно, что все дроны это иранские, и у них там куча и стрелкового оружия, и снарядов артиллерийских иранских, мы это все знаем, там более чем на 2 миллиарда долларов сделка. И вот Россия якобы передает Ирану средства ПВО, ну средства ПВО кем могут быть? Панцирь, либо С-400, либо С-300, да? Средства ПВО, чтобы повысить защищенность Тегерана от агрессивных замыслов Соединенных Штатов Америки. Так вот написано, да? Очень агрессивных. Вот сразу же давайте подумаем, такое могло быть или не могло. Я вам сразу скажу, что это, по всей видимости, газетная утка по поводу, по крайней мере, передачи ПВО. Дело в том, что расисты уже пытались передать ПВО Индии. Там было несколько комплексов С-400. И вот этот контракт, который они должны были выполнить еще, по-моему, в занюханном 2019 или 2020 году, ну то есть этот контракт уже не свежий, они же его звалили. Они его звалили, сначала не выдержали сроки, ну там была пандемия, еще какие-то причины у них были. А потом началась война, а потом у них начали вылетать вот эти самые комплексы один за одним. А потом они уже не могут обеспечить охрану Крыма воздушную и не могут обеспечить охрану своих нефтезаводов. Соответственно, о передаче тех же самых С-400 Индии пришлось забыть. Там сейчас у них вопрос с неустойками и так далее, и так далее. Спрашивается, а с какого перепугу они найдут С-400 для Ирана, если у них половина нефтезаводов? Значит, все ПВО, это, знаете, берданка, которая там у сторожа. Он пуляет в небо по дрону, надеется, что собьет. Ну так это выглядело на все последние разы, когда атаковали дронами эти заводы. То есть, ну выглядит, мягко говоря, нелогично. Но вот Вашингтон-Пост, когда они пишут такие вещи, что вот они возьмут и передадут, или продадут, какая разница, Ирану. Системы ПВО встают очень большой вопрос. А откуда они их возьмут? Или с фронта они их снимут? Или с обороны Москвы они их снимут? Или еще откуда-то? Ну, явная глупость, да? Американцы пишут. Просто, ну, им простительно, поскольку они далеко находятся и реально не понимают, что происходит. Реально не осознают, сколько там мощи военной, мощи у России. Но вот у страха глаза велики. Им кажется, сейчас вот эти российские средства, супер-средства ПВО, мы видим, какие они суперы, как они работают. Все прекрасно это все знают. Как они могут их передать Тегерану, когда у самих задница голая?